Друзья, всем привет! Нахожусь я возле славно известного шевченковского отделения полиции, что в Одессе. Здесь неоднократно снимал я ролик по поводу кражи и был с Виталием Косенко. Но сейчас я пришел не к полиции, сейчас я пришел в иммиграционную службу. Она находится дверь-дверь прямо здесь, в этом же здании. Значит, вы все знаете о том, что наш президент анонсировал безвиз в Украине. Теперь все граждане Украины могут, получив биометрический паспорт загран, ринуться в Европу просто теперь безвиз. Значит, решил я на себе испытать, что же такое получение этого мистического паспорта, который предоставляет свободу безвизового перемещения, именно биометрического паспорта. И пришел в одно из отделений Приморского района иммиграционной службы. Сейчас вы посмотрите, какая атмосфера здесь царит, что происходит внутри, как происходит процесс оформления документов, что такое электронная очередь, как в нее стать, и вообще реально ли оформить документы день в день, или же надо ждать 2-3 месяца. Идемте, посмотрим, что происходит внутри. Девушка, можно у вас один вопрос? Скажите, пожалуйста, биометрический паспорт, это кто это такое? Вот информация на стенде, причинайте, пожалуйста. Вот это сервисный паспортный сервис. То есть, запустите, девушка, у меня не получается. Если будет, то то и куда, то сегодня уже разобрали. Тогда приходи, пожалуйста. На месяц, сомн. Если вам здесь на месяц вперед, сегодня разобрали 4 июля, если... Это три талончика выдаются с утра. Кто первый пришел, кто-то забрал. Это безвремя, это талончик выдаётся день в день. Сегодня было три, завтра будет три, послезавтра будет. Он только выдаётся день в день, и действует на текущий удар. А кто этот паспорт еще ставит, телефончик в день? Как их поставили, это... Программа книжная. Подскажите, пожалуйста. Вот есть телефон, где, чем я не могу, можете зайти с оператором общаться. Это не может включить на паспортный. Хорошо, это не будет. А вы там угол, я понимаю, не забрал паспортный, но вы только документы сдавать вам. Да, конечно. Это если уже есть очередь. Если у меня есть... Да, да. Да, если у меня нету больше, то у меня здесь срочно... Потому что вы, мы вами говорили, три талончика с утра. Сегодня их тоже разобрали. Если вы завтра приходите, попадаете в стройку. в стройку, в которой можете взять талон, то вы на этот же день продаете. Я не знаю, со скольки. Меня это абсолютно не интересует. Я на работу в девять часов. Но только откуда я могу знать? Вы тут работаете, не я. Я прихожу в девять часов. В три-четыре часа ночи. В три-четыре часа ночи. Да, 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 чтобы быть верным. Ну, нету несколько паспортных. И выдаем только три. Да, да, да. Это правда. Каждый день. Все уже, на сегодня все. Когда вы пришли, едут три, да, и от этого на три-четыре вы пришли. Ага. Чтобы приезжать туда-то в три часа ночи. А я здесь дом, в тёплый, в тёплый, в тёплый, в тёплый. А это очень удобно. Нет. Очень удобно. Подписались. Готовы, окажите. Здесь сидишь. Здесь сидишь. У ребёнка. А вы получаете вас в первый раз, да? Да. Иначе мы не поступим с шестнадцатого года. Это заметно, чтобы выпустила нужен паспорт. Как мне это взял? И потом в училище. То есть, знаешь, и никто в школе не садал. Двадцать восемь мая, да, вот девяносто девять минут. Приблизительно, более. Но это не паспорт. А, больше девяносто девять минут. Сегодня в пять пришли, да? У меня со временем. У меня со временем, вот я уже проверил. Вот у меня, наверное, пришли. Двадцать, двадцать. Это вы в пять пришли, уже в десять, и до сих пор еще ничего зимовы, да? Не поняли, с кодома лучше мы получили талоны. На сегодня? На сегодня пришли. Одни, которые на какой-то далекий срок, одни, которые на сегодня. Вот это на далекий, было на четвертое июля, чтобы у меня сейчас было. А что за июля, да? Четвертое июля. Июля. Четвертое июля. Четвертое июля. На июля. Через месяц лишнее. Четвертое июля. Да. То есть, ближайший, в общем-то, через месяц с небольшим. Но если прийти в пять утра или в четыре, то у меня есть шанс попасть в трое пушатное июля. Он на совещании, да, он бывает. А он сегодня вылетает? Он должен быть после совещания. Здравствуйте. 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 Сколько это? Вы себя ориентируете? Ну, совещание, как правило, час будет. Совещание еще и дорога сюда занимает какое-то время. Что, через два? Ну, должен быть уже. Скажите, а зам Мушкиного есть? Зам есть на городоначальницкой. А, вы здесь не находите? Адверский, да? Адверский, да? Ничего себе. Адверский, да? Физически здесь не находите? Зам нет. Скажите, ну а кому можно поинтересоваться? Мне надо очень срочно за грампас. Ну, это только к начальнику. Вам лучше дотацию. Просто дело в том, что, я так понимаю, здесь выдают с 5 утра полочки. У меня нет возможности как рано врате их получить. У меня... Никто не поможет? Ну, наверное, вручаю. Выходите от нас и за дом налево. Ну, начальник, он же и в пузыгам поспакал. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Что-то вам непонятно на сайтах написано. Да. Да, непонятно. Я так понимаю, что это просто срочно, как обычно всем. А я так понимаю, что в ближайшее время нет вообще свободных мест. Административный центр находится в Перехолодной 3, проспект Шевченко 4. В любом паспортном районе и Украине. Вы можете оформить себе паспорт точно так же, как в Приморском районе. Вы где прописаны? Да я вообще не соответствую. Где вы прописаны? Простой вопрос. В город Запорожье. В город Запорожье. Вы можете оформить паспорт где угодно. Поэтому я пришел к вам. Электронная очередь. Записывайтесь. Если что-то непонятно, на сайте все написано. Так же можете позвонить там на горячей линии. Нет, это не все. Я хотела бы уточнить, скажите, раз. Я знаю, что есть возможность... Возможности нет. Никакой. Кроме электронной очереди. Нет. Я знаю, что есть еще очереди. Люди, которые приходят, получают талончик и вне электронной помощи. Пожалуйста, стоите и ждете, когда выйдет талончик. Там же есть сотрудник, который отвечает за этот терминал. Это не сотрудник миграционной службы. Это не сотрудник миграционной службы. Сотрудник терминала. Его установила коммерческая фирма, которая выиграла тендер на обеспечение электронных очередей. Здесь, в МРЭО, везде-везде. И поставили для удобства для вас. Не для меня. Для граждан. Поставили своего сотрудника, который к нам никакого отношения не имеет. Вот у меня есть такая бейджика, а у него нет. Этот сотрудник не наш. Поэтому я хочу тому, кто будет бейджик, а не к примеру. Я же вам объяснил. Стоите, там все написано. Нет, я думаю, что в дом. Три варианта. Три. Но я вам больше ничего не объясню. Знаете, почему такой взведенный? Я такой же, как вы. Я же не с Луны, я взведенный. А почему? Потому что я приехал только что с совещанием. И нам сказали, что у нас сотрудников полувольня, если кто-то зайдет без электронной очереди. Не записывайте. Нет, нет, не вопросов нет. У меня есть просто там другое предложение? У меня нет другое предложение. Нет, у меня нет. У меня есть в базу попередки. Да я знаю все, что попередки. Пойдут в сенок. Нет, уже не знайте. У меня есть видеонаблюдение, вы не переживаете? Нет, я не в видеонаблюдения. У меня нет вам такой вопрос. Снимать меня в моем рабочем кабине нет и не надо. На коридоре, пожалуйста. А вы что, аккредитованный корреспондент? Нет, я аккредитованный гражданин. Этого достаточно. Уже лучше, да? Да. У меня есть такой вопрос. Я знаю, что иммиграционная служба также позволяет записываться не только через интернет и по электронной очереди, а также можно получать секундочку. Я закончу мысль свою, если вы не против. Конечно. Я вас очень прошу камеру не трогать, ну хорошо? Я вас прошу не снимать меня в рабочем кабине нет. Это ваша просьба, я ее услышал, я ее отклоняю. Хорошо? Она не имеет отношения сейчас к вопросу. Вопрос такой, я пришел к вам для того, чтобы получить содействие. Мне выслушать ваши нервы, ваши психи, на то, как вам испортили настроение. Меня это не волнует гражданин в принципе. Так. Меня интересует простой вопрос. Как я могу максимально быстро получить биометрический загранпаспорт? Я закончу. В связи с тем, что мне надо срочно лежать, я хочу оформить срочно. Может быть, необходимо подать заявление, в котором описать причины, по которым мне так срочно нужно. Может мне необходимо лечение за границей, либо еще что-то, какие-то вещи. К кому я могу обратиться, чтобы адекватно получить консультацию? А. И Б. Электронная очередь ваша не работает. Она работает на ближайшие три месяца вперед. У меня нет столько времени. Поэтому я знаю, что есть возможность получения талончика на месте. Да. Ну и почему-то сказали, всего выдают два или три в день. Их выдают четыре до обеда. В девять утра начинают выдавать и четыре после обеда. Нет, ваши сотрудники, мне ваши сотрудники сказали три в день. Ну, может быть, их выдают в три, если все граждане придут. А три? Три в день выдают, если придут все граждане, которые записаны. У вас есть очередь здесь, у вас есть очередь. Да. В четырех утра. Вы на загранпаспорт? Да. Пожалуйста, вы можете его оформить в любом подразделении Украины. Меня интересует ваше. Наше подразделение Приморского района обеспечивает всех граждан Украины. В частности, как вы, из города Запорожье, решили в городе Героя Одессы оформить загранпаспорт. Я вам предлагаю выйти на коридор, почитать на стенде. Ознакомился. Ознакомились, как записаться в электронную очередь. Не работает она. Там написаны на стенде все телефоны горячих линий. Моя должность написана на двери. Если вы считаете, что вы не можете записаться в определенное время, как вам удобно, пожалуйста, можете позвонить на горячую линию. Второе. Можете пойти в Главное управление. Оно находится на Преображенской 44. Пойти в административный центр, записаться там. Вы меня не слышите. Вы меня не получаете. Нет. Другой возможности оформить загранпаспорт, к сожалению, нет. Я знаю. Вы будете стоять возле терминала сейчас. Да. Это ваше право. И ждать, когда там появится талончик. Все. Другого варианта, к сожалению, нет. Секундочку. Я еще раз говорю, что помимо электронной очереди... Я же вам говорю, электронная очередь, талончик, это и есть электронная очередь. Только не наперед, а на сегодняшний день. Повышайте меня голос. Не надо. Я вас прекрасно слышу. Я нормально воспринимаю. Пожалуйста, уберите от меня свою видеокамеру. Вы не имеете права снимать в моем рабочем кабинете. У вас есть рядом дверь в дверь, отделение полиции. Мы можем с вами вместе пройти и написать заявление, если вы считаете, что мои действия неправомерны. Вот и все. Какая проблема? Какая проблема? Вы считаете, что я что-то совершаю неправомерное? Пройдемте в два шага и напишем заявление. Не надо меня в полицию и пугать меня полицию. Я вас не пугаю полиции. Давайте так. Я вам как вас зовут? Меня Саша зовут. Александр, я вам предлагаю стать возле терминала. Там есть сотрудник, который работает с этими терминалами. Это и ваш сотрудник. Поэтому я не собираюсь с ним общаться. Я пришел в иммиграционную службу. Меня коммерческая структура, которая поставила терминал, я закончил. Я не знаю, как вам записано. Меня интересует... Еще раз, я вам хочу, чтобы вы меня поняли. Я уже вас поняли. Открывайте двери, да, пожалуйста. Нет, это у меня терминал. Анатолий Васильевич, вы меня не поняли. Я еще не говорю. Я пришел в иммиграционную службу. Никакие другие коммерческие структуры, которые у вас здесь поставили. Терминал, секундочку. Своего сотрудника с вами. Меня не интересуют. Меня интересует иммиграционная служба. Уважаемый гражданин, Преображенская 44, Александр. Я к вам пришел. Я не могу вам обеспечить талон, как бы я здесь не возмущался, не помешал на себя голос. Я не могу обеспечить вас талоном без этого терминала. Что вы обеспечили? Я не могу. Я не могу. Я не могу обеспечить. Да. Порядок не может? Моя фамилия Винцевский. Руководство находится на Преображенской 44. Что не надо? Мне вас это просто не надо. Вы что, не понимаете, что я не могу вам выдать талон? У меня их нет. Я не понимаю, что вы кричите. Потому что вы меня вывели с самого утра. Если у меня нет талона. Меня выключать не надо. Я сюда прихожу. Я вам напомню, не для того, чтобы на меня кричали начальники отделений паспортных столов. А для того, чтобы они меня содействовали. Если вы забыли, для чем вы находитесь в этом кресле, я вам напомню. Вы здесь находитесь для того, чтобы люди, которые к вам приходят и молодые граждане. Руки от камеры моей уберите. Пожалуйста. Уберите руки. Нет. Я не собираюсь ничего убирать. Я вам поясню, что люди, которые впервые приходят сюда получать паспорт, Они здесь не для того, чтобы вы повышали голос на них, а для того, чтобы вы содействовали. И люди, как скоты, в 4 утра не должны здесь стоять. Так это не ко мне, молодой человек, это не ко мне. А вы зачем тут находите, чтобы орали на людей? Я не ору на людей. Да я пришел к вам, вы орете на меня. Я сейчас ору. А что нет? Да сейчас, через час, до этого за 5 минут. Вы должны здесь для того, чтобы содействовать, я вам напоминаю, и поясняю, что ваши вот эти люди, которые здесь находятся, они не работают, они издеваются над людьми. Вам это непонятно? Все, что от вас надо, это нормально людям объяснять и содействовать. Это Винцемский. Ко мне пришел гражданин, который зарегистрирован в городе Запорожье, поставил видеокамеру мне в лицо и провоцирует меня, что я не могу обеспечить его электронным талоном. Что мне делать? Вызвать нацполицию, да? Так что вызвать? Он просто не хочет. Он меня угрожает нацполиция, он мне угрожает непонятно кем. Снимает меня на видеокамеру. Он мне говорит, что я здесь непонятно для чего нахожусь. Я не могу его обеспечить электронным талоном. Я понял. Все, спасибо. Давайте пройдем с вами вот сюда. Дверь в дверь находится национальная полиция. Напишем заявление. Если вы считаете, что я вас провоцирую. Мне же не надо писать заявление. Нет, ну вы говорите, что я как-то вам на что-то вас провоцирую. Я что-то не могу понять, что вы от меня хотите. Я вас не могу обеспечить. Хорошо, ответьте мне на вопрос. Я отвечу. Сколько в день? Кто установил квоту на выдачу трех билетов в день? Квоту установила Государственная миграционная служба Украины. Она выдает только три билета в день. Я в этом не виноват. Не, не, не. Я задаю вопрос. Она выдает только три билета в день. И только три человека вне электронной очереди могут идти в день. Да, да, да. Это тоже электронная очередь. Вы что, не можете этого понять? Не могу. Это тоже электронная очередь. Этот талон, это и есть тоже электронная. Только на сегодняшний день. И смотрите. Не может Украина за май месяц оформить 35 или 45 миллионов паспортов. Сколько у нас граждан. У нас все чего-то себе придумали. Даже люди из Запорожья приехали в Приморский район и хотят оформить себе загранпаспорт. Тоже в Приморском районе. Мы как выдавали 100 документов в день, мы их так и выдаем, только по электронной очереди. А вы чего-то себе решили, что мы их можем выдать 200? Я решила. Ну так вы на меня поставили видеокамеру. Что вы на это видеокамера? Да потому что видеокамеру вы на меня наставили. Я не сотрудник Центра общественных связей. Да вы по судово особо, я вам напоминаю. Я по судово особо, я вам заявляю, что я не могу вам выдать электронный талон, потому что я ими не распоряжаюсь. Пожалуйста, есть электронная очередь, есть руководство надо мной. Как вы говорите, полиция, можете написать на меня заявление в полицию. Нет, вы хотели, вы переживаете, что вас это провоцирует. Я не переживаю, да, вы меня провоцируете. Вы меня завели, а потом включили свою видеокамеру. Ну да нет, вы до этого окричали, вы нервничали, мне просто не нравится ваш тон. Поэтому я решила, что вы хотите. Пожалуйста, я вам дал лист, сейчас я вам дам ручку. Давайте. Что хотите, излагайте в полицию. Что хотите, излагайте в полицию. Мне в полицию не надо, я к вам пришла, но еще в полицию. Можете излагать, что хотите. Мне не надо ни коммерческая структура, мне тоже не надо. Мы нужны, как руководитель вот этой вот установки, которая выдает за вас. Вот эта установка, к сожалению, больше определенного количества людей, а это количество определенного миграционной службы Украины не может принять физически. Потому что у нас одно рабочее место на загранпаспорт, одно рабочее место на ID-карты. И если сюда придет 500 человек, мы все равно больше 50 в день не примем. Что бы вы ни делали. Пожалуйста, вот вам ручка. На коридоре есть стол, есть стол. Можете написать, что вы хотите. Так я не пишу заявление писать. А что же вы хотите отмечать? Вот еще, вы мне... Талонов я вам обеспечить не могу. Я хочу понять, что мне надо сделать, чтобы получить талон и не стоять здесь в двух утрах. Можно ваш паспорт посмотреть? Можно. Для чего? Хочу посмотреть, с кем я общаюсь. С Александром. Ну я хочу посмотреть, может вы меня провоцируете. Непонятно как. А если я выкажу паспорт, значит... Я хочу посмотреть, конечно, хочу видеть, с кем вы. Вот вы же мою ту вещь увидели на двери. Ну и что, что я видел? Секундочку. Я вам все документы, все представлю вам. Да, пожалуйста. Если процесс дойдет до оформления. Процесс до оформления дойдет на Преображенской 44, в Миграционной службе Одесской области. Там много рабочих. Мне тут удобно. У меня нет возможности. Мне надо от вас... Я не прошу от вас, вы не поняли. Я от вас не прошу талон. Заверите, я к вам не пришел и не говорил, дайте, пожалуйста, мне талон мимо очереди. Я пришел у вас узнать, что мне сделать для того, чтобы получить талон, не находясь у вас под дверьми с трех утра. Я физически не могу. Нету талона. Тогда это не... Как обеспечить вас талоном, я не знаю. Вы меня можете снимать здесь. Уже можно, да? Все, что угодно. Я не знаю. Я сдаюсь. Я не знаю, что делать. Вот и все. Не кричать, в первую очередь. Ну не кричать, потому что вы же меня завели с самого утра и включили свою видеокамеру. Я, конечно, завелся. Чем вы завелся? Потому что я не могу вас записать, как бы вы этого ни хотели. Все. Так я не просил меня записывать. Я вам пообъяснил, что... Вита Григорьевна. Вы разнервничались как-то так. Конечно, я разнервничался. Я не могу вас записать. Вы не можете с людьми работать? Ну, у вас проблемы есть с работой с людьми? У меня нет проблем. Переводитесь на службу, которую они с вас начали. У меня нет. Это не вам решать, кому, куда переводить. Ну, как это не мне, если я вижу, что у вас нервы сдают. Ну, если ко мне еще такой человек зайдет, как вы, придется переводиться. А что вам не так? Что я? Какие-то вопросы я тебе задавал вам? Вы мне задавали, я вам нормально все ответил. Вы считаете, это нормально? Да, я считаю, это нормально. Спасибо большое. Так, до свидания. Чудесным образом появился таланчик. Что надо для того, чтобы получить за грамм паспорт? Надо действующий паспорт гражданина Украины, надо квитанции об оплате, о том, что вы оплатили, если это срочный вариант, то это 830 гривен, и надо вот этот вот корешок электронной очереди, без которой вы не попадете ни в какой кабинет, и вас просто не примут. Я собрал все эти три пазла, и сейчас мы пройдем в кабинет, для того, чтобы сделать фотографию и попробовать оформить документы. 29, я, 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 29. Вы оплатили квитанции? И кофе и паспорт вкусняли? Нет. Не снимали? Нет. У вас ЭДИ-карточка? Да. А прописка ваша? В ЭДИ-карточке. Там должен быть в ЭДИ-карточке? Ну, он должен быть, но у меня ЭДИ-карточка. ЭДИ-карточка идет в ЭДИ-карточке? Где получали ЭДИ-карточку? Запорожье. На формате А4 должно быть... У меня нет ее. Держите. Кому? Выходите, пожалуйста. Хорошенький? Нет. Мне лучше, чем обычно, да? Мальчик, Настя, прижимайте сильно ЭДИ-карточку. Вы ЭДИ-карточки, да? Да, у вас есть ЭДИ-карточка. Правая. Прижимаем. Ручку белой берите. На стекле свою подпись, сухой стекла не описаться. Ну что, друзья, подведем итог. Значит, нам удалось все-таки за один день сдать документы на получение загранпаспорта, чтобы воспользоваться этим чудом без визы. Чего это стоило, вы можете судить сами. Вы прекрасно видели, что царит в помещении иммиграционной службы. Я думаю, что такая ситуация, она не только здесь, в городе Одессе, она по всей Украине. Где-то хуже, где-то лучше. Но в целом, то, что вы видели, это и есть олицетворение европейского подхода к оформлению загранпаспортов. Что было лучше все же? Ходить в европейские консульства и просить Шенген для выезда за границу? Было ли это более цивилизованно? Либо этот подход, который сейчас мы видим, он более цивилизованный и лучший? Пишите в комментариях, оценивайте ситуацию. Через 7 дней я получу свой загранпаспорт. Дальше вы увидите, можно ли с этим загранпаспортом реально выходить за границу. И что происходит на границе других стран европейских, которые видят этот паспорт. Пропускают ли они без визы, либо же будут какие-то сложности и проблемы. До встречи.